Привет! Половое воспитание сериал я посмотрел очень хороший, рекомендую при одном условии, конечно. Попозже расскажу вам об условии, на котором я рекомендую этот сериал. Суть в чем? Ну понятно, что о половом воспитании подростков речь идет. Анотацию можете прочитать, в общем, она там не очень сложная. Но, конечно, похвалю сериал драматургический, режиссерский, актерский, прекрасно все сделано, выстроено и каждая серия, и сериал в целом, и структурно, очень все логично, очень все интересно сделано, смотрится легко, на одном дыхании. Но потрясающая Джиллиан Андерсон, которая Скалли. Я, честно говоря, думал, что она вот Скалли. Она прям очень интересная актриса, очень все здорово, просто мне приятно посмотреть, она отлично играет, отличный персонаж, отличный образ создан. Что может вызвать у вас сложности? Например, если вы хамжа и не любите всякие сиськи-писки и обсуждения этого дела, это, как вы понимаете, при половом воспитании избежать довольно сложно обсуждения этих вопросов. И он довольно откровенный в этом смысле сериал. Надо это понимать. Ну и, конечно, если вы какой-нибудь гей-ненавистник ужасно сильный, да, и прям вас это мучает, даже меня это немножко ломает в сериале. Но предложи мне второй раз посмотреть сериал, я бы его посмотрел. Ну, то есть второй сезон я буду смотреть, безусловно, хотя на гей-темы, ну, не очень любят смотреть, они меня просто не трогают, они мне очень интересны, да. Но в этом случае, конечно, сериал сам целиком, да, то есть гей-тема там немножечко такая, ну, ограниченная, да, в основном это все-таки про гетеросексуальные отношения. И сама тема, само умение говорить, вообще говорить на эти темы, да, называть эти слова, произносить эти термины, это прямо большая заслуга, а плюс к этому не просто говорить между взрослыми людьми, это сложно, да, а с подростками говорить еще сложнее. И, по сути, мне кажется, это такой хороший такой костыль, да, для тех родителей, которые, ну, воспитывают детей, ну, у которых эти темы приближаются, надо их обсуждать, на эти темы говорить. Это интересный образец, он не то, чтобы его стоит перенимать, он интересный образец для изучения, для понимания и для того, чтобы взять на вооружение некоторые приемы. Вот, ну и, кроме всего прочего, конечно, отличный сериал. Вот, так что я вам рекомендую, если вы, повторяюсь, не хамжа и не, как называется это, гомофоб его. Хотя вот я не гомофоб, но смотреть на фильмы, фильмы, в которых раскрывается эта тема, мне просто не очень интересно. Да, это интересная тема, да. Я вот так же не люблю драмы, мелодрамы, ну, просто не люблю, не знаю, не мой формат, как-то они мне не заходят. Довольно скучно, все очень предсказуемо и без какого-то интриги. Почему-то не люблю, они мне не трогаются, эти красотки, вот это все такое, да. Ну, то есть мне нравится, я могу разочек посмотреть, но чтобы вот я, заставь меня пересмотреть красотку, я убежал, что-то лучше. А заставь меня пересмотреть «Игру престолов», вот это я, пожалуйста, да, или «Бесславные ублюдки», да, пожалуйста, бесподобные. Не знаю, в чем здесь дело, надо об этом подумать, а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте липосты и не забывайте, что хорошее киноспейс от мира. Ну, я надеюсь, в этом случае. Удачи, пока. Удачи, пока.